Первая говорящая Чихуахуа Софи Время в кондиционере, будет не жарко Ага, это хорошо Вот сидим, ждем паром Ждем, когда нас будут запускать на паром Жарко в Таиланде даже под вечер Эйвен, не жалуйся Всем жарко, там холодно, тут жарко О, кажется запускает, а нет еще Ну что, пошла я посплю в сумку Не получается, ладно, ждем Фу, вылезли из сумок, пока ждем Красота, лепота, хорошо Мама, мы будем там гулять? Хотя какая разница, может всего на один день, да? Я не люблю Хохин, он такой город-город Зелени, конечно, много, да и море вроде есть Но все равно вокруг ни парков, ни травки На Пангане лучше, да О, водичка попить Ну все, ладно Я пошла, куда бы не залезть Что-то мне кажется, это не моя сумка Может быть Софи, попей еще Ладно Эйвен, будешь пить? Да, буду, что-то жарковато Ну я еще не допила, мам Ух ты, Софи, смотри, какой он огромный Целое футбольное поле В общем, как мы ездили на таком огромном пароме Вы уже видели А те, кто не видел, смотрите влог Про наш переезд на остров Панган Там мы много снимали на пароме В этот раз мы все проспали, потому что уже вечер Так что уже ночь И мы ждем очередь на выход из паром Чтобы пересесть на автобус, который уже довезет нас до Хохина Сколько машин и людей Эйвен, ты такой интересный в красном свете Ты только не нервничай Я не нервничаю Все, Софи, ворота открывают Мы сейчас пойдем Ух ты, сколько людей Ух ты, мы идем по такой решетке А под нами вода Мы переходим с парома на материк Ух ты, ух ты, ух ты Ух ты, ух ты, ух ты Потерянные люди с парома Ищут себе в пристанище Нас выгнали из автобуса Высадили Нас высадили, как посреди ночи В 10 часов ночи Из автобуса За то, что у нас собаки Точнее нам продали билеты сначала Посадили в этот автобус Повезли, а потом посреди пути В Хуакин Нас просто высадили Наглым образом из автобуса И сказали Выбирайте Либо собаки поедут в багаже Там под колесами Мои дети Либо они Мы вас всех высадим Вот нас высадили Поэтому В итоге мы сидим в Суратане В каком-то чужом тайском городе Ночью Тут вот люди Странные Кушают Вот музыкант играет Вот так выглядят брошенные В ночном Суратане В чужом городе Далеком чужом городе Два человека с собаками В итоге Мы купили билеты на поезд На поезде можно Но Не все так просто На поезде с собаками Можно только В вагонах С вентилятором А не с кондиционером Поэтому Мы едем В итоге План наш изменился И мы едем на поезде Ночью Из города Суратане В вагоне С вентилятором Это будет первый опыт Эйвана и Софи Поездки На поезде Софи же скажи что-нибудь На этот Да уж А? Я думала тайцы любят нас Нужны хорошие А эти тайцы оказались злыми Странно, что нам никто ничего не сказал Продали билеты А потом вот так взяли и высадили Зато сбыться кое-какая моя мечта На поезде Кстати, высадили нас далеко от вокзала Мы еще сюда добирались целый час Вот теперь сидим в чужом городе Среди ночи Зато, Софи, мы будем знать Что на тайцев надежды нет Есть закон, запрещающий перевозить собак в автобусах с кондиционером Вот и все Смотри, Софи, девочка сидит Ага, вижу Ее тоже высадили, наверное Почему? Может они просто ждут свой поезд? Ну да, может быть Смотри, как она смотрит Может она нас узнала? Вряд ли Блин, Роти Мам, нам же такое нельзя, да? Он сладкий И бесплатный Чай Кстати, с поездами в Таиланде Все гораздо проще и дешевле Купаешь билеты на себя и своих собак Никаких вид паспортов и документов не требуют Но можно только вагон с вентилятором Мама, почему запрещена перевозка в кондиционер? Софи, я не совсем поняла, когда они объясняли Но из их слов я поняла, что кондиционер засасывает воздух И якобы от собак запах Но они, видимо, не понимают, что от вас запах Конечно нет Мы, наверное, чище, чем они сами Софи, так нельзя говорить Ты не огорчайся Зато поедем на поезде Ты же мечтала И поспим ли уже, а не сидя зато Да, Ивасик Уже скоро приедет поезд, Дэйван Ага Ты когда-нибудь ездил на живом поезде? Неа А ты когда-нибудь видел живой поезд? Неа Софи, ты же всегда со мной Да, ну мало ли в прошлой жизни Не знаю, ждем поезд Интересно, камера что-нибудь снимает в такой темноте? Темно совсем уже Ночь совсем уже Папку, что сидит? Объявляет наш поезд, уже слышу Ночь перрон и мы ждем поезд Где-то там далеко к нам он едет Я увижу его впервые Он уже едет, я слышу На самом деле это здорово, что нас высадили из автобуса И я вдруг правда поняла, что сбудется моя мечта Увидеть настоящий поезд своими глазами Вот это настоящий класс Дорогие зрители, вы становитесь свидетелями сбывшейся мечты Первой собаки-видеоблогера Чехуа Софи Это он? Это он? Он? Нет, ну с другой стороны В этом видеоэфире сбывается моя мечта Я уже слышу, как дрожат рельсы под тяжестью этой громады Да, это он Он Я немного волнуюсь Ну что, где он? С какой стороны? Уже вижу, как дрожат деревья и стоящие вагоны Да, это он Он приближается Я чувствую это Я слышу это Боже, боже, боже Это поезд Настоящий поезд Вау Мечта сбылась Мечта сбылась Мечта сбылась Мечта сбылась Мечта сбылась Продолжение следует...